Алексеевская фабрика художественного ткачества так ткали наши бабушки. Своими глазами Алексеевская фабрика художественного ткачества так ткали наши бабушки. Вот так бывает, что в пресс-туре больше всего впечатляет не то, ради чего этот пресс-тур устраивается. Пусть не обижаются организаторы. Конечно мы все понимаем важность для страны национального проекта экология, и очень рады, что этот амбициозный проект заработал. Но как очистные сооружения могут сравниться с тем теплом, который ощущаешь буквально душой, когда смотришь на работу бабушки, за станком, который старше этой бабушки. В таких местах как будто прикасаешься к истории, словно отправляешься в прошлое своей страны. Касаясь деревянной станины, мурашки бегут по коже, через пальцы буквально ощущаешь время, и на мгновение переносишься в ту эпоху, когда бездушные машины еще не заменили человека, когда в каждом элементе одежды были не строки программного кода станка с ЧПУ, а душа русского человека, частичка доброты и теплорук ткачихи, частичка ее труда. Алексеевская фабрика художественного ткачества одна из двух оставшихся в России фабрик, сохраняющих традиции ручного узорного ткачества. Станки, как и способ производства здесь не менялись с момента основания 1927 года, когда практически на месте суконной фабрики, снабжавшей царскую армию добротным сукном, была организована артель ударница. В этом году фабрики исполнилось 92 года. Кажется, наблюдать за работой ткачихи можно вечно. Точные размеренные движения словно танец, а постукивание челнока будто музыка. Музыка времени. Танец истории. Было занимательно наблюдать, как серьезные столичные журналисты, по-детски в восторге бегали по цеху, и заспали директора фабрики вопросами. Как тщательно снимали бедную ткачиху за работой, не привыкшую к такому вниманию. Тут даже атмосфера такая, что заставляет отбросить в сторону современные условности, и стать проще и человечнее. Фабрика состоит из двух цехов. Первый ткацкий цех. Здесь целый парк деревянных станков, на которых можно создавать как простые такни, так и тканью с различными сложными узорами или надписями. Придутся ткани из натуральных материалов, в основном из длинных нитей. Конечно же все изделия можно купить, в том числе и через интернет. Второй цех швейный. Он оборудован современными швейными машинами. Здесь края тыщуют изделия, от салфеток и рушников, доплатив и рубашек на любой возраст. Продолжение следует...